всем с добрым утром ну вот и началось то самое интересное ради чего мы сюда так долго добирались мы уже поспали быстренько собрали палатку свою и сейчас будет куча просто куча огромная воздушных шаров они просто везде доброе утро они полетели и как грибов много но это прикольно прикольно а 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 у а а у у у у у Субтитры сделал DimaTorzok Вам видно? Там корзина, как автобус. Мне кажется, там человек 20. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Кто спал 3,5 часа, чтобы все это увидеть, тот я. Там рассвет. Здесь шары. Муж довольный. И вон их сколько. Грибы-то подросли. Вот так мы сегодня утром встречаем рассвет. Мы находимся в Каппадокии. Это самая фишка Каппадокии, ради чего сюда съезжаются туристы просто со всего света. Здесь единовременно взлетает в небо просто сотни шаров для того, чтобы встретить восход солнца в полете. Прямо над городом, над всем вот этим чудесным пейзажем. Вот сейчас я вам покажу город. Вон он внизу. Город называется Гереме. Ну а теперь смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас с вами находимся в Каппадокии. Это город-музей под открытым небом. С 4 по 9 век здесь находился центр христианства. Насчитывалось порядка 400 церквей. Еще кроме этого здесь есть пещерный город. Примерно это выглядит вот так вот. То есть прям непосредственно в этих скалах врубались жилища. И был целый город из таких вот домиков. Также в них находились как раз эти церкви, храмы. Сейчас мы попробуем туда спуститься. Посмотрим все это. А вон там вдалеке мы видим так называемые пищуны. Скалы, похожие на грибочки. Да. Вообще все это дело образовалось вследствие эрозии почвы. Выдувание ветрами почвы. Насколько мы слышали, что изначально это вулканическое происхождение всего этого. А потом ветрами все это выдуло. И вот остались вот такие вот причудливые формы скалы. Здесь каждое утро запускают сотни шаров воздушных. То, что мы смотрели с самого-самого утра. Прям на рассвете восход солнышка встречают. Вот. Мы не катались. Насколько мы знаем, стоит это порядка 200-350, наверное, евро покататься. Катают где-то около часа, наверное. Вот. В корзину набивают человек по 20. Там разные корзины. Ну да, они разные корзины. Ну, соответственно, чем меньше народу, тем дороже стоит. Можно и вдвоем прокатиться. Если, кстати, кто-то был у нас в Тульской области в Кандуках, сам по себе ландшафт чем-то похож. Там был карьер. Добывали бурый уголь и рыжую глину, которая вместе с углем была, ну, как бы, ввели открытым способом добычу. Ее складировали в такие горы, а потом ветром выдувало. И получались вот такие же примерно ландшафты. Только, соответственно, без скал. Территория вот этого парка, Гюреме, где-то около 300 квадратных километров. То есть, все вот это вот, то, что мы видим вдалеке, это все вот этот вот самый парк. Он находится между трех городов. Не в Шехир, не помню, на Уйна как-то два города. То есть, они прям входят непосредственно в сам парк. Гюреме, не помню, на Уйна как поочков. Это вторая глянь. Территория. вот мы добрались до пещерного города вот так вот в скалах вырубали жилища церкви в том числе тоже были сейчас кстати в некоторых местах есть из вот этих вот жилищ сделали отеле можно заселиться пожить то есть там комната без отделки прям вот в таком виде как есть ну примерно вот такой вот вид я залез в одну из пещер где кто-то когда-то жил видимо кто-то когда-то пил видимо даже гли костер смотрите как это все вырубалась вытесывалась ребята смотрите куда мы залезли вот такая вот целая комната вход в нее заложен есть вот только окно ну в принципе в него можно пролезть что это было неизвестно вот ребят только что я вон в то окошко лазил снимал вам вот там большая большая комната на втором этаже как видите там тоже комнаты там балкон я так положаю вот этот класс туда видео ведет в принципе можно конечно залезть высоковато потом слазить очень неудобно все сыпется но вот он идет класс но я думаю там скорее всего лестница все это ведет наверх вот такие вот они пещерные города посмотрите сколько их в каждом этом в каждом столбушке в каждой горе просто везде все как это самое как муравейник прям изрыто что-то там нашли еще какой-то лаз куда-то сейчас мы попробуем туда залезть а бутылок то кстати достаточно низкие потолки в полный рост вполне возможно ходить смотря здесь он видишь вниз тоже что-то было хотя судя по черному потолку здесь скорее всего жгли костер скорее всего это яма для костра было похоже вообще знаешь на что что это либо какая-то кухня была может быть что может быть было самое очаг да и готовили что-то либо может быть спали здесь спали здесь очаг чтоб тепло было и и оно тепло расходилось по всему вот этому помещению это даже не знаю что такое шкаф прихожая короче вот такой вот лаз выход на улицу вот окошко в которой я лазил он то квадратненько внизу вот лаз наверху еще какие-то помещения короче три этажа возможно даже есть подвальный они вероятно все соединены через вот этот класс видимо идет наверх туда там балконы в подземелье сейчас лазили мы вот в это вот да вот в это вниз туда залазили из той стороны есть выход еще один и тоже вон на несколько этажей правда местами заложено видимо чтобы не лазили наверх чтобы не упали такой вот подземный город и смотрите там на той стороне за дорогой сколько их еще просто разные ну какой дольмен домик гномика с глазками такая 22 глаза и он ворота доме гномика дольмен тоже смотрите сколько этажей раз два три 4 4 этажа вот такую комнатку можно снять есть гостиницы можно вот в таком виде пожить с балкончиком с отличным видом на город очень красиво очень необычно все день начинается туристов везут автобусы вот там до сих пор живут люди правда все это осовременили вставили окна двери он торчат дымоходы от печек но живут здесь вот раскололась гора а вот те самые столбы грибочки писюнцы но я думаю все и так поняли почему их именно так называют вот на что способна природа между ними явно был песок смотрите а там в этом грибочки тоже наверху окошке мы сейчас въезжаем в город кучхисар в котором находится крепость сейчас попробуем к ней подъехать ну и может быть даже полазить если это возможно я думаю что возможно вот живут люди сейчас попробую он туда залезть думаю нас не выгонят здесь какая-то практичная постирочная скорее всего какого-то отеля тоже дверь здесь сушит белье веревочки натянуты смотрите как интересно тоже то ли очаг был то ли еще что здесь что у нас какая-то дверь кто-то явно здесь жил чьи-то вещи и он и спальное место мусору конечно вот такое вот жильем двери кстати еще старая петель нету вместо петель так сделано смотрите вставлено дверь здесь вон окно тоже дверь то есть тут явно кто-то или живет или использует это как-то ничего не видно центре был очаг здесь не знаю может кровать стекле потолок виза копченые причем он в какой-то как в смоле здесь какая-то еще комнатка видимо просто спальня здесь не знаю что далее что там у тебя клоповник там тоже такой же бомжатник но там прямо видно очаг в серединке прямо две спальни здесь не знаю что видишь тоже все закопчены ночью как в смоле интересно а там что просто обалдеть ночью все это подсвечивается вчера когда встали на ночлег видели как раз посмотрите здесь современный дом вписали старый дом вот в этот в скалу один другому прилепили и видимо используют все комнаты вот такая вот красота короче тут можно гулять бесконечно что-то скажешь по поводу всего этого места каппадокии в общем снаружи это так круто а внутрь лучше не заходите не портите впечатление ну не везде и езди чисто на я думаю что чем ближе к дороге чем более доступно тем больше срача а если пойти в какие-то вот полазить которые прям вот именно лазить нужно я думаю там будет гораздо чище а так каппадокия это невероятное место да и шары вызвали просто бурю эмоции вот эти вот домики в скалах и вообще как это природа сделала какие рельефы как все выдуло и прям невероятно скажу по секрету это была моя давняя мечта я ее осуществил это одна из причин почему мы поехали в турцию одна из главных целей точек куда мы ехали но дальше я думаю тоже будет интересно поэтому остаемся все с нами ну что поедем дальше причем мы сюда попали чисто случайно потому что нас навигатор повел не в объезд города по трассе а через город решил прям провести мы сначала мы сначала поругались а потом подумали такие ну и ладно заедем магазин в кафе может чуть покушали вот заехали мы не думали про кафе мы думали заехать в магазин там уж не туристическая турция может быть магазин с хорошими ценами но мы увидели кафе и решили что нам туда надо когда нам короче не сказали для лепешки мы заказали точнее подарок нам дали салатик и все это нам 60 лир 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 я никак от грузия не отойду у меня и лиры и ларя и все в кучу принесли нам в общем наше блюдо две вот этих лепешки длинных с мясом там мясо помидоры перец лук не знаю что еще салатик и чай я так понял нам в подарок чай то точно нам в подарок от них вот салатик не знаю но в любом случае все за 60 лир это примерно сколько получается рублей 200 наверное вот это вот все очень круто очень здорово сейчас попробуем как это на вкус а ну давай галя пробуйте вот так скручу но вкусно мы узнали как называется это блюдо я оказался прав это и d напоминает чем-то нашу пиццу с мясом кафе дей экспрессе вот так что это длинный пирог такой ну пирога длинное тесто как лаваш вот это вот начинка размеру остренькая такая очень приятная сочная вкусная а мы заблудились вот там непонятно какая развязка по карте как будто все ровно прям и и и и и и и и ехали мы ехали и неожиданно приехали в ташкент находится этот ташкент высоко высоко в горах там очень красивый вид и город прикольный у них мощеные дорожки такой прям колоритный колоритный а еще смотри тут тоже растут оливки мы сейчас едем на горе до 1900 метров сейчас будем спускаться ребята вот таким красивейшим местам мы пробираемся потихоньку к средиземному морю дорога просто отпад и Продолжение следует...